Доброе утро! Вы на канале Наша Жизнь в Америке. Нью Лайф, это моя жизнь. Здрасте. Привет. Здрасте. И сегодня мы едем в Каминоколишках, неожиданно. Неожиданный факт. Только после Каминоколишки, чтобы маму достали, а мы будем на каком-то нам притерять. Мероприятие. То есть сегодня суббота, и мы едем не учиться, а веселиться. Помнишь, Сереж, первый фильм «Перевозчика»? Там был, допустим, Старк, 2003-2004 год, когда он девушку доставлял. Так ты тоже можешь черные очки одевать и играть в «Перевозчика». Ну ты в чем, мама? Расскажи нам. В чем мы туда уже гонимся? Мы гонимся туда, потому что там сегодня будет встреча, во-первых, с астронавтом. Я забыла его фамилию. Он тоже достанет фабанчик, чтобы не гребет. Ну, очень приятный человек. Какой с астронавтом. И плюс в здании, где можно будет проводить... У нас в колледже есть, короче, арт-здания, есть знания, где языки учат, есть корпус математики. Так вот, мы идем в то здание, где всякие научные вещи происходят. Там для детей пятого класса. Ну, в общем, я думаю, что туда можно проходить всем и всем участвовать во всем. Но отдельные мероприятия просят, чтобы были только пятые классы. Потому что, в принципе, это задумано для учеников с пятого по двенадцатый класс. И все детки с нашего школьного дистрикта могут бесплатно посетить это. Послушать какие-то рассказы о космосе. Узнать много всего интересного от этого непосредственно самого астронавта. И плюс, так же, как и в UCLA, там будут всякие, ну, как-то сказать, ну, для детей сделана веселая активность. Здесь это называется активности. То есть, всякие мероприятия, они будут какие-то что-то делать, опыты, может быть. Что интересно, детям во всем, во всем в этом нужно участвовать. Трогать руками. Да, трогать руками, там, наливать, переливать, там, все это такое. Это очень интересно. Вот, может, когда-нибудь Сережа выложит ролик про UCLA. Там тоже было очень интересно. Да. Ну, все, есть. Трогать руками. Кстати, хотите знать, что я смешно его видел? Там, когда мы были чуть-чуть сзади, там была большая Honda, чуть-чуть меньше и меньше. И так они стояли еще очень близко друг к другу. Это был Honda? Да. Я знаю, это была большая Honda. Мини Honda. Это может быть вот один Honda. Большая Honda может быть вот этого Honda. И что-то самая маленькая Honda может быть я. Ну, а пока вы можете прокатиться с нами по утреннему Торнсу. Да, сейчас 8.30. 10 градусов тепла всего. В общем, это холодно. Солнце то выходит, то заходит за тучки. В общем, у нас никак не начнется лето, никак нормально не распогодится, мы никак не погреемся. Нет, ну почему пару дней по улице будет? Да, а потом опять мороз. Зато посмотри, от дождя какое все вокруг стало зеленое. Это же там, где никогда зелени не было, там поросла какая-нибудь. Зелень поперла, конечно, у нас по полной программе после этих дождей. Не успевают ее косить и стричь. Там люди ходят за заборчиком, мячиками пуляют. Ну, как бы что, у нас полдевятого утра, а полный гольф-парк людей. С утра уже забивают мячики. Чтоб мячик не верит, Саша. Ну, видишь, какой высоте, это специально, чтоб мячик не верит. А я забыла сказать, что после того, как дети посещают подобные мероприятия, Антошенька должен будет написать небольшое, ну, как сочинение, да? Как бы рассказать, что он там делал, что больше всего понравилось, что было интересным, чего совершенно нового. И приложить к какой-нибудь, ну, грубо говоря, доказательствам, что ты там был. Вот когда мы в ЮСР ездили, мы фотки делали Антошине, как он участвовал в экспериментах. Или можно, ну, программку, тут очень много будут, скорее всего, каких-то бумаг раздавать, бумаги какие-то принести. И тогда по social science, Антоша, да? Антоша поручит экстракредит. А экстракредит это что такое? Ну, как дополнительная оценка. Это, типа, когда ты все сделал, а сверху еще написал реферат? Ну, там... Ну, как нам в свое время надо было получить там 5 с плюсом, улучшить оценку. Раз, так реферат сверху. И на! Ну, вот уже начался колледж с его парковками, с его корпусами. И нас здесь вот это за и парковка. Потому что, знаешь, как нам? Нам бы даже, вот... Это бы есть. Это бы есть. Ну, просто нам нужно будет туда идти, вот, за светофором. Туда? Да. Мы здесь поставим машину и пойдем прямо... Короче, нас интересует здание, которое прямо напротив Макдональдса. Но я ближе уже парковку, я не знаю чем это. Ну, едем на парковку. Мы уже на территории колледжа. Смотрите, как красиво настрижены кусты. Эль Камино колледж. Мои уже побежали куда-то вперед. В общем, территория колледжа, она просто очень огромная, очень много корпусов. Очень много переходов. Есть кафетерии, есть несколько пунктов питания, можно так сказать. Столики, фонтанчики, места отдыха, книжный магазин, студенческий центр. В общем, очень сложно все перечислить. Вон ездит машинка полицейская по территории кампуса. То есть, свой, скажем так, отдел полиции есть. Свой полицейский участок, которые следят за порядком в колледже. В общем, американский колледж это очень интересно. И, кстати, он все еще строится. Вот вы видите забор такой строительный. Там строятся новые корпуса, строится еще одна парковка. Потому что очень многие студенты ездят на машинах, чтобы они, скажем так, не заставляли улицы машинами, чтобы там было где парковаться. Строят еще одну многоуровневую парковку. А впереди вот там вот как раз то, что я вам говорил. Это здание, где можно купить, жучка увидел, купить, покушать себе что-то, полноценный обед взять. Так много их здесь. В прошлом году, когда у Маришки были пары, у нее было немножко другое расписание. У нее между парами было 40 минут перерыв. И вот она сюда приходила. У нее был здесь ланч. Она здесь могла поготовиться, сделать домашку. Или так повторить что-нибудь. Отзывается кафе Камино. А это учебные корпуса. Видите, все оборудовано, чтобы могли люди на колясках заехать. Потому что очень много учатся студентов, как мы вам рассказывали, со специальными потребностями. Ну как там у вас с навигацией? Все работает? Все по плану? Да. Ага, ну давайте разберемся. О, какая-то это катира. Катапульта, блин. Что это за это? Это что такое? Я думаю, это какая-то блочная машина, подъемный кран какой-то. Для строительства? Да. О, Маришка уже пытается узнать, куда нам надо идти. Зачем и почему? У студента или у кого, не знаю. А, это там. Прямо внутрь входим? Да. Вниз. В девять. Здравствуйте. Здравствуйте. Они в девять только начинают? Да. Почему? Вон написано 8.30. У нас там школы. А вы тоже были? Я волонтер. Ну все. У нас есть ученик. Да еще и русскоговорящий. А вы откуда? В Таджикистан. Да. Вон, наверное, там что-то готовится, видишь? Какая-то активность. Ну, мы уже нашли комплимент. Я не думаю, это активный ремонт. Вы здесь учитесь? Да. А на кого? На программе. Нет, тоже с тысячей. Все. Время. Помните, что мы возвращаемся от Муна только 6 тонн. А, и, только для того, чтобы построить эту 420 тонн спейс station, это просто для того, чтобы привести все части, не даже на работе, как мы сделали, а также для этого строительства. Для того, чтобы поменять, то, что мы нашли. 27 спейсотлелевые платы, 2 большие российские протоны, и 2 российские Союз-соузы-карго-чипы для строительства. Продолжение следует... 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 Субтитры сделал DimaTorzok 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 DimaTorzok